Итак, продолжаем, тема шестая, связь с гуру, так сформулирован вопрос, тема, связь с гуру. Сакшат тхари, то есть непосредственный, непосредственный представитель Бога, Хари. Сакша, значит, прямо, непосредственно, прямо перед нами. Итак, гуру представляет два аспекта несовместимых. Он имеет божественную природу, гуру, и человеческую природу, как говорит Бог- слуга. Его наставление божественное, он должен говорить от имени Бога, словами Бога. То есть мы учимся у Бога. Это квалификация гуру, главная. Он не говорит своих слов. Он повторяет слова Кришны в точности. Кришна говорит, предайтесь мне. Гуру говорит, предайтесь Кришне. То есть нет разницы, что Кришна говорит, что гуру говорит, то же самое. И есть человеческая природа, гуру, есть тело, есть ум, есть своя природа, которая находится под контролем божественным. Так. Как? Он занимает служением это тело. Гуру, Бог-слуга. Для чего? Должен дать пример, Ачар. Любить можно только себе подобное, говорит Праупада. Любовь проявляется в полном смысле, полноценно, только внутри одного вида. Если мы хотим полюбить Бога, мы должны уподобиться Ему, того же вида быть, духовного вида. Тогда любовь проявится полностью, в полном смысле слова. Гуру обладает человеческой природой и с ним возможен любовный обмен, который невозможен сразу непосредственно с Богом, с Ахшат-хари, то есть с обычным человеком. Бог не общается, не проявляется, не разговаривает. Нужен представитель Бога. Тот, кто заведует служение Богу как через служение его человеческой природе, которая под контролем духовным. Таким образом мы служим Богу, получается. Мы смотрим, что там Гуру нужно есть, готовим. Человеческая природа – простая вещь, обычная вещь. Но поскольку Он ест для служения Кришне и все делает для служения Кришне, таким образом мы служим Кришне. По определению, Гуру должен быть квалификацию, должен быть в Брамане, утвердиться в Брамане, то есть Его ум, речь и поступки, должны быть духовными, заняты служением Кришне. Это положение Гуру. И связь с Гуру, учитывая эти моменты, эти два момента – духовное, Его положение, Божественное положение Гуру и Его человеческое положение, связь с Гуру устанавливается через Божественную природу, через наставление. Почему Он может давать наставление от имени Бога? В чем, как бы, его квалификация? Нам нужно понять эту связь Его с Его духовным учителем, Гуру Парампурой, и с Кришной. Каким образом Гуру связан сам с Гуру Парампурой? Почему Он может это делать? Как Он подконтролирует свою материальную природу? Гуру должен знать одну вещь, что природа действует автоматически, тело действует под контролем природы. Материальную природу невозможно контролировать, Кришна контролирует природу. То есть, тело – это автомат, низшая энергия, подчиненная энергия Кришне, но не подчиненная живому существу. Так, Он должен это прекрасно давать себе почет. Поэтому одна из квалификаций Гуру – это важно для нас всех, мы должны именно обретать такую квалификацию – признавать свое несовершенство относительно материальной природы. Тот, кто не признал свое несовершенство, как Он может найти прибежища в высших наставлениях своего Гуру или в том, что говорит сам Кришна? Именно потому, что Он признает свое несовершенство, Он действует совершенно, обращаясь к совершенному источнику. И я не могу обратиться к совершенному источнику, если я не могу признать свое несовершенство. Я буду применять свои совершенства, свои мнения, свои представления, взгляды на жизнь, свою природу, сравнивать буду с собой все, со своим мнением. Это обусловленное живое существо, и когда человек не хочет быть обусловленным живым существом, он ведет к Гуру, который учит его признавать свое несовершенство и таким образом принимать наставления свыше. Так, самое важное, что дает Гуру, самое важное нам – это квалификацию ученика. Квалифицированный ученик может учиться откуда угодно, для него много гуру вокруг. Кришна проявляется из разных источников. И последняя инстанция, решающая инстанция проявления Гуру – это собственный разум. Собственный разум. Много представителей Гуру, и Будхи, и Будхи-йогамтам – это тоже представители Бога. Итак, даже этот разум, который мы получаем, мы себя с ним не отождествляем, мы применяем его, как милость Кришны. Те знания, которые к нам приходят, качество приходят в процессе преданного служения, мы знаем, что у нас ничего нет, мы несовершенны, мы всегда помним об этом. Мы применяем эти совершенства, как энергию Кришны, как милость Кришны. Это означает, что у человека есть Гуру, что нашел прибережный лотосный стоп, т.е. его ложная гордость не развивается при продвижении. Т.е. вот это вот совершенство. Совершенство в том, что он развивает духовные качества, приобретает трансцендентные знания, может владать могуществом, принимать учеников, давать прему, бхакти и т.д., давать это развитие, но при этом не отрождествляет себя с этим процессом. Не развивает ложный эго, остается смиренным и скромным, понимая, что это все принадлежит милости его духовного учителя. Это связь с Гуру. Она необходима. Сагурун вабхигатчит – это просто необходимо, говорит совершенство. Гуру необходим. Иначе любое развитие будет сопряжено с отрождествлениями сложными. Позитивное, негативное не имеет значения, а отрождествление материальное. Все становится материальным. И эти материальные отрождествления, когда мы именились шастрами, с знанием, также могут приносить успех. Когда Удава спрашивает Господа Кришну, какие совершенства дарует преданное служение Кришне, он описывает, что все ситхи, сарва-ситхи-хой, то есть если мы служим чистым преданным, служим Кришне, то все ситхи, любые ситхи могут приходить к нам, которые мы пользуемся для служения. Для себя преданный не должен использовать эти ситхи. Так. Иначе он теряет эту квалификацию быть представителем Кришны. И душа сама по себе, она проста. Она проста. Она проста в невежестве. Она проста в страсти. Она проста в добродетели. Она проста и в духовном мире. Простота душевная, говорит. Это ее склонность быть простой. И между глупцом и мудрецом для духовного учителя разницы нет, собственно говоря. Он может и того, и другого принять в ученики. Мудрец это тот, кто имеет какие-то возвышенные мысли, знает философии. Он ученый человек. Глупец, наоборот, не имеет этого ничего. Для духовного учителя между ними практически знак равенства. Потому что один и другой стал мудрецом или глупцом по простоте душевной. Причина одна и та же. Просто поверил в это. Один поверил, что он мудрец. Другой понял, что он глупец. И то и другое майя. Когда один из ученых людей стал учеником Прабхупады и потом стал духовным учителем, сейчас его нет на планете, он вспоминает свою историю встречи с Прабхупадой. Он был подающий надежды, талантливый ученый. Уже был в молодые годы доктором наук и прочее. Позже он возглавил Бхагвинарный институт. И все смотрели на него, как на уже такого, знаете, человека успешного. А Прабхупада, говорит, смотрел на меня с состраданием. Это, говорит, покорило мой разум. Вот он, говорит, меня понимал. Сквозь вот эту вот иллюзорную оболочку знаний и мудрости он увидел вот там страдающую душу. А другие предные говорили, я вот от роду был кто. Вот таким. А Прабхупада мне выразил почтение. Как такое возможно? Это что гуру имитирует? Что он делает? Или ловушки ставят на нашем пути? Привлекать нас какими-то методами? Должен видеть. Должен видеть, как эта душа обусловлена. Любая душа обусловлена. Даже в духовном мире душа обусловлена. Просто по-другому. Здесь она порабощена, там освобождена. Но в любом случае, то, что думают душа иллюзия. Что будет Нанда Махараджа? Кришна мой сын. Иллюзия. Йога Майя называемая. Тут Маха Майя. Тут тоже самое думают. И в чем же различие? И то обусловлено, и это обусловлено. Только во вкусе в итоге. Что здесь живое существо испытывает страдания. А там высочайшее блаженство от этих мыслей, от этих простых мыслей. И она верит, что она мать Кришны, отец Кришны, друг Кришны. Это величайшее блаженство, потому что Кришна отвечает тем же. А здесь во что бы она не верила, оказывается, у кого какие-то трудности. Только разница во вкусе. Поэтому гуру знает этот текст из Бхагавадгиты, что просто давая вкус любого человека можно привести к совершенству. Глупого, мудрого по внешним оценкам, неважно. Любой национальности, природа любого, даже птицы прогрессируют. Даже животные прогрессируют. Микробы прогрессируют. И если этот вкус есть, когда вы поете киртон, прогрессируют все живые существа, а не только люди. Тут много микроорганизмов, тут жизнь повсюду. Пронизано. Растения, сосны стоят. Животные пробегают. Душа чувствует это. Вот о чем должен знать гуру. Я помню ту историю, которую рассказал Андреевна Махараджи, когда они проповедовали в Южной Америке на верховьях Амазонки. Страшная картина. Эти джунгли. Кругом змей. В реках крокодилы, пираньи. Жуть кругом. Кругом смертельная опасность вообще. Смертельная опасность. И племена у них там тоже. Они должны жить, чтобы защищаться, обороняться от этой смертельной опасности. У них трубочки, плюющие ядом. Луки и стрелы. В общем, они подготовлены. Встретить любого врага. И вот он там проповедовал. Санкиртана. На лодке. Уже были крокодилы и змеи. Там все о них уже рассказал. И тут самое страшное, когда они переближались со своего баркаса на лодке к берегу какому-то племени воинственному. В Амазонке. И они все с трубочками вышли на берег и ждали их. Вооруженные. Преданные, сказали, Махарадж, может быть, мы как-то… Эта участь придет мимо нас. Нам все-таки вернуться на баркас. Эти люди вряд ли что-то поймут. Как мы объясним Бхагавадгиту, скажем, или какие-то принципы регулирующие. У них там такие условия жизни. Из десяти один человек, где ребенок выживает. Какой там принцип? Сработает вообще. Кроме мяса есть нечего. Там не посеешь даже зерна и овощей. И он сказал, пойти, Киртан. Они робко запили, Киртан. Ну, не робко, а как? В отчаянии своем. Потому что неумолимо не приближались к берегу, а люди смотрели на них серьезно и держали эти трубочки. Они запели Киртан. Уже через пятнадцать минут, пока они плыли, или десять минут, они стали танцевать на лодке, пританцовывать перед нами сами. Видимо, Кришна по какой-то милой стал посылать. Стали с Киртаном все веселее и веселее, лодка стала раскачиваться. И эти люди на берегу тоже стали все раскачиваться синхронно. Вот таким образом. Люди, не сознающие, никакой философии, далеко от цивилизации, никаких наук не знают. Они раскачиваются. И преданные еще стали больше раскачиваться от этого на лодке. И Махараш сказал, осторожно, там пираньи забыли. Сейчас вот мы перевернемся, и нам конец, не раскачивайте так сильно на лодку. Он стал уже их ограничивать. И несколько часов они пели с людьми, танцевали Киртан на берегу уже. Про трубочки, конечно, все забыли уже, про ядовитые. И одновременно с этим готовили просад, говорит, преданные. Там халабу, все эти невиданные, неслыханные вещи. Кичри со специями. И в конце был пир и проповедь. Проповедь интересная была. Он рассказывал удивительную историю. Я не говорил ни о регулирующем принципе, там было невозможно об этом говорить в их условиях жизни. Но они поклоняются анаконде. Змея, это самое сильное проявление там, как бы природы у них, это анаконда, как божественная сила, высшая сила природы. Самая хитрая и коварная змея в мире, говорится, и очень сильная, опасная для человека. Для любого живого существа очень опасная большая анаконда. И они иногда делают такие тотемы из этой змеи и поклоняются этой змее, чтобы как-то жить в мире с этой могучной силой. И вот он говорит, представьте такую змею, которой, вот когда она пальцы раскрывает, нос достает до облаков. Они испугались, где такая змея? Они очень простые люди. Душа проста, видите. Она глупа, но проста. Они даже поверили, что неужели у них такая змея где-то есть. Она говорит, вот Кришна убил такую змею. Кришна? Первый раз слышали. Говорит, Кришна – Бог. Кришна – Бог. Они сами заговорили тогда, Кришна – Бог. Если он убил такую змею, это Бог только может сделать. Так он дал им представление о Кришне. Так он проповедовал. И когда они уплывали, люди плакали, обнимались и хотели записаться в Искон, где такой Кришна, из которой может любой анаконду под контроль взять. Но это правда, Кришна под контроль берет любого анаконду. Любого. Акасура был такой таким. Он убил его. Играл с ним. Так что они не ошиблись в выводе, эти люди. Они поняли шастры, что Кришна – Верховная Личность Бога. А простая душа, видите? Вот учитывая эту простоту души, гуру идет на риск, принимая учеников. Но в чем риск? Потому что связь может не образоваться должным образом. То есть не всегда это очень сильный контакт. Иногда в процессе он усиливается, улучшается. Иногда он не развивается, этот контакт. Бывает в течение даже одной жизни, практики. Бывает ученик вообще забывает духовного учителя, отходит куда-то. Майя может действовать. Тоже по простоте душевная может уйти за материальным вкусом, не развив достаточно духовного вкуса. И очень трудно ученику понять какое-то время, что весь вкус в наставлениях гуру. Даже не конкретно в той форме слов, которые он выражает, а в его наставительстве, так скажем, духе наставления. А без превосходства в духе служения он это делает. Он действует как слуга своих учеников. Как пропагает, я человек пятого класса, потому что я служу всем классам другим. Объяснял, есть люди первого класса, второго класса, третьего класса. Ну и гордые западные люди спросили, а вы себя какому классу причисляете? Я пятого класса, потому что я слуга всех остальных. Вот в чем сила наставления духовного учителя. Ученик глупый думает, ну всю информацию слушали, гуру часто повторяют одно и то же. И книги правопады тоже повторяют одно и то же. Не в этом дело. Нужно еще услышать вот эту связь обрести гуру. Он служит таким образом своему духовному учителю и служит также другим людям. Как это предписано для духовного учителя, он должен служить людям. Может быть, даже можно обобщить живым существам. Если это очень могущественный гуру, то он может служить кому угодно. В духе преданного служения Кришне говорит, я не ваш слуга. Однажды Прабхупат сказал какому-то человеку с вызовом, который бросил. Скажите мне, ответьте мне, сказал Прабхупат. Он говорит, я не ваш слуга, я слуга Кришны. В этом смысле слова. Поэтому, когда ученик сохраняет смирение, вспоминая настроение гуру, вот эта связь. Просто вспоминая настроение гуру, он чувствует смирение, вот эта связь. Иногда спрашивает, кто мой духовный учитель, как определить духовный учитель, где эта связь? Я могу привести, привожу этот пример из своего опыта. Почему я говорю, что вот это мой духовный учитель? Почему я так говорю, так чувствую, как я это чувствую? Однажды на сафари в Индии мы принимали просад. Где-то мы остановились, 250 человек с разных частей мира путешествовали с проповедью. Это проповеджский тур, который гурмах раньше организовывает ежегодно. И до сих пор он еще участвует там. И просад, и полоскали рот, руки. Он увидел, позже сказал, что после принятия просада нужно дважды полоскать рот. Не один раз. Многие говорят один раз. Дважды нужно. И вот странная вещь, смотрите. С тех пор я не могу один раз рот полоскать. Просто не могу. Меня мучает совесть, если я куда-то даже спешу. И все равно вспоминаю, нет, нет, нет. Гурмах же сказал два раза. Я же должен слушать его. Вот это значит, это мой духовный учитель. Вот это означает, что вот это мой духовный учитель. Вот у него и буду учиться. А я не могу, потому что я слушаю. А потому что он так входит в сердце. Его наставление, этот дух служения входит в сердце. Потому что я тоже слуга. Я душа. Я на самом деле не господин. Меня покоряет вот этот дух служения. Но в своей иллюзии я могу думать, о, гуру могущественен. Ситха. И подражаю его могуществу. Каким-то внешним характеристикам. Это его человеческая природа. Где он должен себя поместить в центр. Сидеть на возвышении. Давать наставления. Говорить. Вот это гуру. Нет. У гуру нет положения в этом мире. Это иллюзия. Он не из этого мира должен быть. Наставление не из этого мира. И не для материальных целей. Это лишь способ передачи знания. Для чего? Чтобы ученики тоже культировали смирение. Как это и гуру делает. Но тот, кто обрел качество смирения, может сидеть выше. Он уже имеет это. Если у него отсутствует ложное эго, он может сказать, я сейчас спою лучше кирта. Если там нет ложного эго, как в духовном мире. А я сейчас лучше сделал для Кришны. О, ты потрясающий. А я сейчас еще лучше сделаю. Там нет ложного эго. Пожалуйста. Очень хорошо. Такое соревнование замечательное. Но в присутствии ложного эго все это превращается в конкуренцию. Но связь с гуру необходима, чтобы мы из мира конкуренции вошли в мир служения. Итак, понимание настроения духовных учителей. Вот это настроение, как бы духовное отношение гуру ко всему живому. Это нужно тоже уловить. И его настроение служения своему гуру. Собственно, мы учимся, когда уже видим вот этот аспект. Уже зрелость обретаем. Гуру не просто повелевает мной, скажем, или дает мне наставление, или своим ученикам, или широко проповедует. Он служит своему духовному учителю. Вот в чем секрет. Вот связь. Вот это очень важно увидеть. Вот тогда мы тоже начинаем служить гуру. Именно понимаем, что такое служение. Когда-то во Вриндаване был день ухода. День ухода, наверное, на картику. В это время? На картику. Нет, он в декабре. В декабре, да. Ухода, да. В декабре это было. Мы как-то остались там. И мы пришли в храм, чтобы этот день поучаствовали в празднике. Кришна была рамандир. И, входя в храм, по обыкновению, мы все идем к Муртишел-Парупаду, сделать Дандавад, потом всем божествам. Я пошел к Муртишел-Парупаде, и там его нет. Для меня это было что-то такое. А где Парупада? Как? Что случилось? Там кто-то другой сидит, смотрю, в очках. Я думаю, что Ачарю подменили нам, или что? Да мне не дошло вообще ничего, что происходит. Я даже испугался. Думаю, кто там сидит? Почему? Там Парупад должен быть. Ну, а переглядился. Батя из санкса разводит. Ах, сегодня же день ухода. А где же Парупада? А где он? Нужно было видеть, где же Парупада? А он ниже, на маленькой асане. Боже мой, как я был счастлив. Вот я должен с таким стать, слугой как Парупада. Парупада. Вот это проникло. Вот это Гуру Тата. Кришну. Ученик прославляет своего Гуру. Гуру прославляет своего Гуру. Так прославляем Кришну. Помним об этом. Гуру слуга своего духовного учителя. В этом его божественность. В узком кругу пообщаться с духовными учителями, зарядиться их настроением. Вот это пожелание, да? Пообщаться с духовными учителями, зарядиться их настроением. Зарядиться их настроением. Может быть. Я думаю, что ученик ожидает экстаза постоянного от Гуру. Что ни слова, то песни от Гуру должны быть. Что ни шаг, то танец. Так он ожидает. А когда Гуру расстроен, экстаза нет особого. Но ученик переживает вместе с ним. Связь. Это связь с Гуру. Иногда Гуру расстроен. Иногда Гуру чувствует себя оскорбленным. Или какая-то там, ну просто проблема материальная может беспокоить тоже его. То есть Гуны двигаются. Мы все это чувствуем. Кто бы мы ни были, Гуру, не Гуру. И человеческая природа наша чувствует то же самое, что чувствуют все люди. Но отношение к этому, конечно же, иное. Никогда Гуру глубоко не страдает в этом мире. Как пропад сказал Иисус Христос, никогда не страдал на кресте. Даже когда случилось с ним такое. Он не страдал, как обычный человек. Потому что это Гуру. Гуру всегда понимают волю Бога за всем этими событиями, поэтому он уравновешен. Один духовный учитель попал в автомобильную аварию. Машина сильно была разбита и травма получила серьезную также духовный учитель. Пострадали ноги. При этом после аварии он с этими разбитыми ногами помогал водителю, который был также ранен. И потом, когда он уже поправился, я разговаривал с ним и спросил, а вот эта авария, как вы думаете, а почему это произошло с вами? Саньяси, Гуру и почему Кришна так? Это что за урок или что это такое? Он говорит, потому что я негодяй. Все очень просто. Очень спокойно ответил, потому что я негодяй. И иногда, говорит, отец дает сыну пощечину. Воспитывает его. Вот Кришна дал мне эту пощечину. Нормально. И он счастливый сидит. Где страдания? Авария, травмы и так далее. Он говорит, хорошо. Кришна мой отец. Кришна знает. Кришна всегда прав. Я даже знаю, за что. От него ничего не скроешь. Итак, гуру-слуга, бог-слуга, он идет человеческим путем, по-моему говорится. Прабхупада имел инсульт, когда был в Америке, болезнь. Тоже преодолевал какие-то телесные недуги, конфликты между учениками, отходы, оскорбления. Все было. Одна его ученица, Вишакха Деви, написала свой дневник. Она вела и книгу издала недавно. Мы недавно все прочитали вместе. Воспоминания Прабхупады. И она также пишет женскую проблему того времени, что женщины, да, как-то унижали. Вот она эту тему затрагивает тоже, что это было очень трудно женщин многим выдержать. И в одном храме в Калькутте этот конфликт достиг уже какого-то вот кульминации, что ли. И они ждали женщины Прабхупаду, что Прабхупада наконец как-то повлиял на молодых саньяси, брамачариев, что женщины обращаются очень грубо, высокомерно. И эта кульминация была. Вот Прабхупада приехал, и все собрались. И не было одного из саньяси, зачинщиков этих отношений. Прабхупада посылает за какой-то... А, женщины не было. Прабхупада саньяси посылает за этой женщиной, переведи ее сюда. Все думали, ну сейчас Прабхупада даст всем этим вот брамачарьям, всем их мужчинам. Ни слова. Диане это тело. Час-полтора объяснял философию сознания Кришны. И сначала я слушал и думал, ну не в тем, Прабхупада говорит. Мы же сказали ему, написали все, он же знает. Почему он не касается этой проблемы, которую мы ждем от разрешения. Вот что нас беспокоит. Но уже через полчаса я поняла, куда меня зовет духовный учитель. Я его тяну к своим проблемам. А он мне говорит, ты не это делай, иди ко мне. Будь со мной. Эта связь послали. Да, кто-то обращается со мной не так или так, или как-то еще, но... Но мой гуру понимает меня. Эта связь. Так думает Матхяма. Я еще не все знаю, он говорит. Но мой гуру знает. У него твердая вера, видите? Вы можете со мной быть справедливы, не справедливы, но гуру всегда. Да, хорош со мной. Мой гуру, как Бог. Если даже накажет меня. Это хорошо. Это вера. Это связь. Так говорил Байстан Средосвати. Мой гуру, так же хорош, как Бог. Да все богатства мира возьмите, и вы одну пылинку своего стоп не купите. Вот эта связь, вот эта вера духовного учителя. И интересный момент, что вот эта вера ученика укрепляет также и гуру. Потому что это взаимная связь, это ответственность. Гуру нет такого понятия без учеников. Если нет учеников, то в чем гуру, как он проявится? Так же, как сын, отец, несомненно, они связаны. Поведение ученика тоже отражается на настроении гуру и на его духовной позиции. По поведению ученика можно судить о гуру, говорится. Но так будут делать. Именно так о гуру будут судить по поведению ученика. Поэтому репутация гуру – это самое важное в духовной жизни. В которой мы должны защищать репутацию духовного учителя. Для ученика это жизненно необходимо. Как зонтик, да, говорится. Он его защищает. Не просто от солнца, но еще защищает от каких-то других вещей. Он видит в нем только самое позитивное. Он видит его духовными глазами. Он служит ему, потому что служит через него Кришна. И Кришна показывает трансцендентность таких отношений. Гуру ченит. Но уже духовный учитель мой по отношению к другим людям не является гуру. Гуру таттва поэтому сложный вопрос. Она настолько индивидуальна, настолько личностна. Да, кто-то может сидеть рядом с гуру, но не понимать этого. Кто-то далеко и мало общается, но он имеет связь с гуру. Как же это объяснить? Только в сердце. Это объясняется именно в сердце. В сердце мы совершаем это служение. И гуру – это не тело. Не думайте, что гуру – это физическое тело, это и есть гуру. Ничего подобного. Никакой связи с ним не делаем. У гуру нет такого возраста. И нет таких качеств. Тело – это автомат. Прокрытие – это тело. Все делают гуны материальной природы. Мы туда не вмешиваемся. Мы берем под контроль только низшей гуны природы. Чтобы не пойти на поводу. Чтобы в сознание Кришна наше не ушло в эту сторону. Да, но тело будет действовать как автомат. Под контролем разума и духовных наставлений он будет служить Кришне. Но оно действует автоматически. Само же служение гуру абсолютно спонтанно. Независимо от телесных дугов, недугов, не знаю, каких-то других признаков. Национальных и других вещей. Или возрастных. То, что мы видим снаружи, совсем не то. И задача, конечно, услышать эти наставления гуру. Однажды один ученик очень имеет представительную внешность у меня. Когда я смотрю, даже сам удивляюсь, какой представительный человек. Как-то неловко давать ему даже наставления, очень серьезно. Меня это тело сбивало с толку. Но однажды мы ехали в машине, и он за спиной задавал вопрос. Я не видел его лица. Я ему устроил такой разгром по звуку, что я услышал его. Он перернулся, думаю, такой представительный опять же. Как я осмелился дать ему такие наставления вообще? Но он не это тело. Итак, главное это слышать вот эту связь на слух. Слух и сердце. Мой гурмахраш сейчас, если на тело посмотреть, то он болен. Просто инвалид. Но в духовном смысле это здоровый, могучный человек. Душа. Уж куда для меня личность больше примера дать. Ачар какой еще Кришна дал все мне аргументы, все доказательства. Отличия материи духа. Просто глядя на моего духовного учителя, слушая его. На его опыт, на его жизнь, на его служение правопаде, на его преданность. И эта связь также означает, что, естественно, служа духовному учителю, наступает естественный процесс. Мы служим чувствам гуру, разуму гуру, настроению гуру. Что это означает? Что наши чувства проникают в его чувства через служение. Наш разум проникает в его разум. Потому что мы, слуги, должны понимать научиться его. Иногда я так шучу с учениками. Что он приготовит на обед? Говорит, ну, догадайся. Специально так говорю, чтобы просто быть слугами. Просто исполнять какие-то бездумные вещи. Или приносит просто трясущими руками, боятся. И там один страх в этой пище вообще. Ну, что ты страх принес? Буду это есть? Хочешь, чтобы я таким тоже стал? Готовь нормально по-человечески. Чего ты? Чего боишься вообще? Кого боишься? Это твое служение. Слуга должен понимать и не бояться, не трястись. Так или так? Как? Должен знать. А как? Через служение это происходит. Да. Раз попробовал, два попробовал. Один раз отравил гуру. Да. Второй раз отравил гуру. На третий раз уже что-то приличное сделал. Для ученика это катастрофа отравить гуру, конечно. Знаете, как он переживать будет? Боже мой. Потом полжизни будет бояться этого всего. Да, он быстро научится. Так он дорожит этим, конечно же. Моя жена в девяностые годы с одной преданной встречали Андреюна Свами на квартире, готовили просад для него, обед. Готовили четыре часа. Потом сказали, ничего не получилось. Вот так случилось. Так она до сих пор вспоминает. Это был урок. А он эти горелые какие-то остатки ел все-таки и говорит, большое спасибо вам. Она говорит, провалилась через все этажи и сказала, больше никогда. Самые тяжелые уроки тоже можем получать от гуру. Бывает такое. Одна ученица пришла, приехала к гуру специально послужить. Такая, знаете, красивая, такая гордая, хороший повар, такая слуга, она безупречно одевается и все как надо. Он ей сказал, обед к часу приготовишь. Она сказала, окей, гуру Магарадыч, к часу, я поняла. Приносит пол второго. Она говорит, а ты уже приходила? В час я уже поел. Я наелся, больше есть не буду. До сих пор помню, уже много лет прошло. Какой гуру дал урок? Как все эти детали, оказывается, нужно знать. На каком же уровне служения гуру находится? Я через служение понимаю. Есть разные характеры у гуру. Есть гуру, которые дисциплинированные, точно вовремя приходят. Ну, такой характер. А другие все вверх дном. На головах можно стоять просто. Непонятно, что там вас ожидает вообще. Мой гуру Магарадыч как раз такой же. Я к нему прихожу на Даршин, он в душе. И Даршин прямо через дверь. Он там моется, и вопрос ему задаёшь, он оттуда отвечает. Кашу ест, Даршин продолжается. Он мне говорил, когда Харькеши Магарадыч ушёл, я ему сказал, примите меня в ученики. Он говорит, ну, сначала пранам мантру. Я говорю, ну, опять вот смирение и терпение. Тринад описываю, ничего. Хорошо. И он говорит, приходи. Завтра на приветствие божеств в храм Кришна Баларам, там недавно было. Мы перед божествами, значит, пообещаем, что ты мученик, а я твой гуру. Я думаю, здорово. Такого ещё не было. Прямо перед божествами пообещаем. Так он даст мне пранам мантру. Торжественно. Хорошо. Я пришёл вовремя. Нет гуру Магараджа? Не пришёл? Обманул? Как? Есть такая песня украинская? Запорожцы знают. Ну, всё, я обиделся на всё. На божества, на гуру Магараджа, на праупаду, на весь искон вообще. Жизнь проклятая, никому не нужен и так далее. Ну, как это? Ложная Га обычно. Ложная Га обычно рассуждает в этих концепциях. В концепциях обиды значительной. И сам понимает, что я просто обижен, нужно контролировать чувства, всё. Ну, тяжело. А кто-то ко мне подходит и говорит, а что ты тут стоишь-то? Уже. Я говорю, ну, вот тут. Жду, но у Магараджа нет. А он сейчас там-там-там, иди туда, в его комнату. Ну, хорошо, пойду. И в этом состоянии прихожу туда, и там народу, и там и Даршина одновременно с пятью человеками, и что-то такое происходит. И я вообще не замечен там. Он меня увидел. О, говорит, извини. Я, говорит, не успел прийти. Но всё равно, говорит, иди сюда. Вот, видишь, окно. Видишь, чакры вот эти вот. Ну, там, конечно, была рама-то, чакры эти. Чакры, говорит, не отличны от божества. Я думаю, ну, ладно, пусть будет так. У меня всё ещё обида. Ну, хорошо, через чакры, ладно, не получается. Сад чакра йога, видите, началась. Обещай, говорит, что ты… А, нет, говорит. А, он мне, говорит, я, говорит, обещаю. Нет, нет, говорит. Нет, правильно, говорит. Обещай, что ты будешь моим учеником. Я так, говорю, ну, обещаю. И на него смотрю. Нужно подтверждение какое-то. Он говорит, я, говорит, обещаю, что буду твоим гуру. Ты ещё раз обещаешь? Я говорю, обещаю. И потом он сказал нечто особое. Дандават! Так и получил пранав мантру. Буквально получил её. Всё, я твой гуру. Ты же обещал? Дандават! Необходима квалификация. Гуру должен дать квалификацию ученика ученику, который сам обладает. Он всегда обладает этой квалификацией ученика, прежде всего. Поэтому он даёт ученикам эту квалификацию, быть учеником и следить за этим. Это его роль. Бог – слуга, говорит. Но положение Бога занимает для ученика. Гуру тату очень трудно понять. Как это смирение сочетается с таким положением? Возможно это? На материальном уровне невозможно. На духовном – возможно. Понаблюдать за общением между двумя чистыми преданными и пропитаться их настроением, понять глубину их отношений с Господом. Да, это хороший момент, важный момент. Общение между преданными и возвышенными – это очень хорошая школа наблюдения для наблюдения, для обучения, для нашего разума, для нашего опыта особого. Те же самые, в принципе, отношения, как в виду обычных людей, но они пронизаны отсутствием ложного эго, пронизаны смирением и служением внутренним. Остальное согласно этикету можно увидеть. Но вот эта внутренняя вещь – это всегда взаимное служение. Всегда эти опытные преданные настроены на служение друг другу. Ни на что другое. Они могут там спорить, там что-то еще, подружески общаться, но всегда в этом духе служения. То есть мы видим, что сознание Кришны – это свободная жизнь. Если, говорит, вы любите Бога, делайте, что хотите. Можете соглашаться, не соглашаться, иметь свое мнение, но вы на трансцендентном уровне. Даже многие Ачари разные точки зрения имеют. Нормально. В духовном мире тоже. Лекцию давал, помню, Раданад Махарадж под Бомбеем, на той ферме. Его попросили говорить о сотрудничестве именно его. И он дал лекцию по Бхагаватам на эту тему. Помню, как он долго рассказывал, сколько много живых существ во Вселенной. Он сказал про все эти живые существа, их так много, разных планет, разных видов жизни и прочее, 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 подробно. И потом сказал, и у каждого свое мнение. Потрясающе прозвучало. Вараджари мне сказали сегодня утром, что маленькая группа, мы говорили все о сотрудничестве, о том, как искон развивать, а внутри не могли договориться, несколько человек. А хотим организацию создавать. Как сохранить целостность с кон, выясняли. Тут в одной группе все, раздрай полный. В одной небольшой группе. Так вот, на духовной платформе это невозможно. С разными мнениями невозможно расколоться. Не думайте, что мнение должно быть одно. Это имперсонализм. И никогда не продавливайте свои проекты. Вдохновляйте и развивайте – это хорошо. Но никогда их не продавливайте. Гуру не примет такое служение. Это материально. Вдохновение, энтузиазм, на чем все это основано. Вот в чем наша роль лидеров. Не просто продавливать какие-то проекты, потому что так сказал гуру Липраупада. Теперь имею право давить и требовать от других этого всего. Это материально. Значит, если человек не понял эту связь, гуру не имеет духовную достаточно. Хотя он, может быть, хороший исполнитель, в принципе, уже он как преданный, но еще не до конца осознал эту духовную связь, эту самую главную ценность. Гуру дает наставление, но с наставлением дает и вдохновение поступать и так же. Хотите что-то осуществить – дайте вдохновение. Не можете дать вдохновение – подождите пока. Не используйте рычаги материальные, давление, силовые структуры. Не развивайте их. Так, мы можем видеть, как общаются ващнавы. Для меня опыт был хороший, GBC, там практически все духовные учителя, и у них разные мнения тоже, разные настроения. Мне нужно было несколько лезть и слушать, чтобы научиться понимать их отношения. И однажды точку поставил Бир Кришна Махарадж для меня. Обсуждались разные темы и все такое, и тоже разные мнения, как обычно. И однажды он встал и сказал громко, мы даже плохо думать не должны друг о друге. Я понял, вот все понятно. Теперь ясно, я в нужном месте. Это хорошо. Разные мнения – прекрасно, если учесть то, что он сейчас сказал. Прекрасно. Это то, что я ожидал от духовного движения. Одинаковости быть просто не должно. Это имперсонализм. Но и вражды, и разногласия, и конкуренции тоже не должно быть. Потому что Бог один, и у всех цель одна – служить Кришне. Это мы должны получить настроение от духовного учителя. Кришне. Это и есть та самая ягья, которую учит духовный учитель. Настроение ягьи – жертва. Все, что у тебя есть, что бы ты ни делал, ни думал, ни ел, ни предлагал – все предлагай Кришне. Вот чему учит Гуру. Как это настроение дать? Одно настроение на всех мы имеем. Слуга Кришны. Мы хотим достать удовольствие Гуру Кришне. Все. Нет другой цели. А как вы это делаете? Какая разница? Уж как природа велит вам? Как умеете? Пожалуйста. Это уже детали. Гуру может на это внимание не обратить особенно. Может обратить, если хочет. Может нет. А если вы имеете этот дух – все хорошо. Узнать от Гуру свои обязанности, чтобы на расстоянии оставаться верным – наша обязанность быть учеником при всех обстоятельствах. Если мы настоящий ученик квалифицирован, мы будем учиться так же друг у друга с равными. Многому от младших научимся. Отовсюду будем учиться. Это и есть наша главная обязанность – быть учеником. Конечно, Татикариум как раз думает, что получить знания можно только непосредственно от Гуру. Икши Гуру. Но так много Шикши Гуру. Так много очень поучительных обстоятельств в жизни происходит. Так много контакта ежедневно мы с чем-то общаемся. Все мы должны учиться каждый день. Даже погоду уважать нужно научиться. Любую. Все. Всему мы учимся. Ну вот так вкратце вот по этой теме. Пожалуйста. Продолжение следует... Хре Кршна! Хре Кршна! Хре Рама! Хре Рама! Рама! Это непростая тема. Слово «гуру» мы все знаем на санскрите означает «тяжелый». Когда у человека появляется гуру, он чувствует давление. Мы также знаем, что, чтобы уголь превратился в алмаз, нужно поместить его под давление в много-много атмосфер. Иначе он так и останется углем. А уголь, сколько ни отмывай, он остается углем, черным. Его невозможно отмыть до конца. Иначе говоря, нам в нашей жизни нужно давление. Без давления мы останемся тем же самым бесформенным и черным куском. Но давление может придать нам форму. И может заставить это черное вещество играть всеми цветами радуги. И отражать свет. Поэтому, конечно же, нам нужно давление. И надо понимать, что через духовного учителя действует Кришна. Иногда сам духовный учитель не знает, каким образом Кришна через него действует. Иногда люди ко мне приходят и говорят, я вас, Курмарач, я видел вас во сне. Вы мне такое-то, такое-то сказали. Это правда? Я говорю, ночью я обычно сплю. Кришна сам принимает форму духовного учителя. Как тот канал. Если мы принимаем кого-то чьи-то наставления безоговорочно. То Кришна будет пользоваться этим человеком для того, чтобы дать через нас, ему, те наставления, ученику, те наставления, в которых ученик больше всего нуждается. И Кришна удивительным образом действует через духовного учителя. И мне вчера Мадмухан рассказал очень интересную историю про одного предного, который был нормальным человеком. Жил себе в припеваючи. У него была хорошая работа. Он вел достаточно веселую, разгульную жизнь. Одна беда у него, мама была предной. В принципе, он не возражал, он ей помогал. Но серьезно не относился к этому. И у него даже нигде там на повестке дня не стояло, что он когда-то сам мог стать предным. Он так с юмором относился к этому. Легкомысленно. Вот однажды он шел по улице и думал, как бы поразвлечься. И вдруг почувствовал внутри непреодолимое желание стать предным. Он не понял, что с ним происходит. Абсолютно непонятно было, что такое. Потому что никогда в жизни у него ничего подобного не было. Он подумал, надо срочно в ресторан бежать. Он знал, как от этого желания странного можно заслониться. Пошел, не получается ничего. В ресторане опять не получается. Не идет. Энергия не идет оттуда. Он и так, и сяк. В конце концов подумал, ну, наверное, что-то мать там колдует. Или еще что-то такое. Позвонил ей. Говорит, вот так и так. На следующий день там или через день. Ну, искренне пытался. Искренне сопротивлялся этому желанию. Как мог. Позвонил матери. И говорит, ты знаешь, не понимаю, что со мной случилось. Хочу предным стать. Она ему говорит, а когда захотел стать предным? Он ей сказал, вот тогда-то там пару дней назад вдруг ни с того ни с сего такая мысль пришла. Она говорит, вот-вот. Именно в тот момент я твое пожертвование, которое ты мне дал, отдала моему гуру Махараджу. Я гуру Гаппала Кришна Махараджи. Соответственно, его агьята Сукрити, он сам не думал, что он совершает Сукрити, но так или иначе, это мгновенно подействовало на его сознание. Мы сами никогда не сможем понять все эти вещи. Единственное, что мы должны понимать, что всегда в отношениях между гурой и учеником есть Кришна. И ни в коем случае нельзя выводить его за скобки, потому что, если вывести Кришну за скобки, ничего не останется. Всегда Кришна так или иначе действует через духовного учителя, и нам нужно научиться понимать это и чувствовать, как в данный момент Кришна разговаривает со мной. Кришна обращается ко мне. И тогда эта связь будет, и эта связь на самом деле со стороны учителя остается всегда. Как в этом эпизоде, который рассказал Читани Чандра Чиран Прабху Праджай Патаку Махараджи, когда он спросил, ты обещаешь быть моим учеником? В ответ на это, Я обещаю тебе быть твоим гуру. Это очень большое обещание. Это значит, что отныне он обещает всегда связывать эту душу с Богом. Опять же, Мадмухан Прабху 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 Праджай Патаку Махараджи, опять же, Мадмухан прислал мне потрясающую цитату из письма Силы Прабхупады, где Силы Прабхупады описывает то, что ощущает духовный учитель, когда ученик по той или иной причине пытается разорвать связь, которая между ними возникла. Это письмо одному из учеников 67-го года. Один из первых, если даже не самый первый ученик, по крайней мере, он принял посвящение во время первой инициации. Спустя какое-то время, достаточно непродолжительное, он решил уйти. Послушайте, что Силы Прабхупада пишет ему. «Когда Ты ушел от нас, я просто молился Кришне о том, чтобы Ты вернулся в сознание Кришны, потому что таков мой долг. Любая добрая душа, которая обращается ко мне однажды, прося меня о духовном просветлении, сразу же становится зависимой от моей ответственности вернуть его обратно Кришне». То есть Силы Прабхупада говорит, если один раз человек попросил, то сразу же на мои плечи ложится ответственность вернуть эту душу обратно Кришне, обратно домой. Ученик может неправильно понять настоящего духовного учителя. Потому что так или иначе он находится под влиянием майи. Вернее, Силы Прабхупада даже интереснее пишет тут. «Being obliged to do so under the pressure of maya, of maya's influence». Он буквально вынужден делать это, находясь под влиянием майи. Он вынужден неправильно понять своего духовного учителя. Иногда мы можем действительно чувствовать это давление, как майя буквально сознательно извращает наши мысли. И Силы Прабхупада говорит, давая эту формулу, Силы Прабхупада говорит, что духовный учитель не принимает это всерьез. Он не принимает всерьез эти брыкания ученика, потому что он понимает, что ученик делает это не сам, что ученик не может ничего сделать, он просто находится во власти майи. Но духовный учитель никогда не отпускает предного, которого он однажды принял. Когда ученик неправильно понимает настоящего духовного учителя, учитель сокрушается о своей неспособности защитить ученика, и иногда он плачет со слезами на глазах о нем. Это то, что на самом деле испытывает учитель. Когда ученик приходит, искренний ученик приходит к учителю, то при этом Кришна пользуется учителем для того, чтобы так или иначе возникло эта связь. И эта связь, как объясняет здесь Сила Прабхупада, она неразрывная. Я знаю, как Ниранжина Махарач иногда рассказывал мне о том, как он сокрушается о каком-то ученике, который ушел там много-много лет назад и помнит о нем по-прежнему. И по-прежнему в душе молится о нем. И какая у нас есть надежда в нашей жизни, если так вот трезво посмотреть на нас, на нашу садану. Конечно, хорошо, садана, 16 кругов. Очень впечатляет. Чайтанин Махабхуп сказал, что любой, кто повторяет меньше одного лака, я вообще даже смотреть на него не буду. Принимать просад, но точно от него не буду. Это конкретные слова шри чайтанин Махабхуп. Так, какая у нас надежда? Наша надежда только в одном, то, что Шива Прабхупад сказал, 16 кругов, так и быть. И не кругом меньше. Но ни на минуту, ни на один круг меньше. Единственная наша надежда. У нас никакой другой надежды нет. Мы можем выучить санскрит, мы можем еще какие-то другие вещи делать. Мы никого этим не впечатлим. Ну, серьезно. Ну, вот, вот, ну, совсем Кришна не впечатлится. Ну, вот, ну, нечему ему в нас впечатляться. Нечем. Единственное, чем он может впечатлиться, это нашей верности духовному учителю. Ничем другим. Как однажды Атмататву, праба ученик Шива Прабхупада, объяснял, что духовный учитель это что-то вроде боксерской груши. Кришна хочет вернуть душу к себе, но понимает, что сразу вот, ну, вот, ну, никак нельзя, что, ну, очень, очень сложно с ним будет. Надо, чтобы он на ком-то ученик, то есть, потренировался стать учеником. Кришна посылает духовного учителя, понимая, какую участь духовному учителю при этом выпадает. Боксерская груша. Когда ученик всю свою энергию на боксерской груши из расхода, тогда Кришна может его обратно в духовный мир забрать. Я хотел рассказать еще одну историю. Нам нужно очень хорошо это понимать. как сегодня утром я на первом блоке приводил стих «Пропадья манасяя адхашна тахсюх». Говорил об этих трех результатах бакти, бакти, бактир паришану бавови ракти. И слово, которое там по отношению к ученику употребляется ученику, которому эти результаты гарантированы, пропадья манася, что буквально значит человек предающийся, человек находящийся в процессе предания. Если человек сознательные усилия делает на то, чтобы действительно предаться, то тогда бактир паришану бавови верактив все эти три вещи будут приходить к нему. Потому что Кришна будет видеть и ценить его усилия. Ничего другого мы не можем сделать. У нас нет никаких других заслуг. Просто пытаться так или иначе находиться в этом процессе настоящее длительное время, предчастие настоящего длительного времени, предающаяся душа, она постепенно, постепенно, каплю за каплей получает эти крупицы духовного опыта, крупицы отречения, крупицы желания служить. И когда мы повторяем мантру, как минимум в начале мы должны мысленно склониться к стопам духовного учителя. Мы повторяем мантру не сами, мы перед ним повторяем мантру. У его стоп повторяем мантру. думая о нем, медитируя на него, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Рам, Думая о его служении, о его жертве, о том, каким образом он служит своему духовному учителю, и каким образом его духовный учитель через него или ему дает эту милость Кришны. Я хотел рассказать историю, я ее рассказывал несколько раз в последнее время, но эта история еще раз очень хорошо иллюстрирует тот факт, что у нас на самом деле никаких других заслуг нет, кроме нашей связи с духовным учителем. Никаких других заслуг нет. В другом письме Гаргамуни, по-моему, да, Гаргамуни Силы Прабхупада пишет об этом. Он говорит, ты мой, ты принадлежишь мне, я принадлежу Кришне, поэтому ты принадлежишь Кришне тоже. Духовный учитель, так или иначе, он полностью отказался от своего ложного отождествления, он отдал свою душу Кришне, соответственно, все те, кто приходит к нему, они автоматически становятся связанными с Кришной, в этом магия или чудо Гуру Парампары. История это про одного из учеников Бхактисиданта Сарасвати, который получил посвящение достаточно поздно, и когда Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад неожиданно ушел, ему было 63 года всего, то есть, в общем-то, относительно молодым, достаточно быстро он ушел из этого мира, то у многих и начались какие-то проблемы в созданной им организации, в Гаудии Мадхи, лидеры не могли сотрудничать друг с другом, не смогли поддерживать эту организацию, мат развалился на какие-то маленькие части, этот ученик подумал да ну все ерунда вообще и он стал постепенно постепенно отходить, стал забывать духовную практику, перестал повторять мантру и через какое-то время стал нарушать все регулирующие принципы, он стал есть мясо и в общем-то погрузился в очень глубокую трясину. Прошло какое-то время, он умер, родственники привезли его в крематорий, положили его на погребальный костер и когда они уже готовы были, его сын готов был поджечь этот погребальный костер и готов был ударить по обычаю своего отца по голове палкой, чтобы тело сгорело до конца, вдруг неожиданно для всех этот человек вскочил и побежал умерший, родственники погнались за ним, он от них убегает, они за ним бегут, а он изо всех сил, в конце концов они его догнали, он уже старенький был, догнали, говорят, что вообще с тобой, что происходит, он говорит, все, я не хочу вообще, я ухожу, я от вас ухожу, я убегаю, я ухожу, отстаньте от меня, они стали, подожди, мы уже отстали от тебя, в общем-то, мы уже с тобой попрощались, ты, по крайней мере, расскажи, что случилось-то, чего ты вдруг убежал с погребального костра, и куда, и он говорит, меня затащили, в Ямадуты вытащили мою душу, они потащили меня по этой пустыне, в третьей песне Шимадбхагатам описывается этот путь души, уходящей из этого мира, в греховном состоянии, и он говорит, действительно палило с шуткой солнце, я чувствовал жажду, я стал умолять их, дайте мне попить, дайте мне попить, они сказали, а, пить хочешь, хорошо, подвели меня к какому-то озеру или еще к чему-то, я наклонился, чтобы пить и понял, что там блевода, они стали заставлять меня, пей, 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 когда человек отказывается от чего-то и встает на духовный путь, а потом обратно возвращается, то это все равно, что он вернулся к тому, что он уже отрыгнул, вот, он говорит, я напился, досы, меня привели к ямараджу, и мое дело особенное было, и у меня вне очереди, там обычная очередь большая, каким-то образом для меня исключение сделали, вот, и стали зачитывать там, что я не совершил, я слушаю все это, слушаю, слушаю, в конце концов, я мрачу, слушаю, это кивает головой, да, 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 наш человек, вот, в конце концов, когда закончили читать этот длинный список, а люди иногда, мне рассказывал тоже один человек, который пережил смерть во время Белой горячки, он реально пережил смерть, он умер, и он услышал, еще наяву, еще он не умер, он находился в Белой горячке, он услышал гнусавый голос, гнусавый, гнусавый голос, который перечислял все то, что он делал, и он пытался оправдываться, а тот перечислял одно за другим, одно за другим, и там другой голос пытался его оправдывать, говорил, «Ну вот это вот неплохо было, и вот это неплохо было». То есть он находился в этой комнате суда, его тогда спасло. Так что преданные ему за несколько дней до этого и Шипанишат распространили. И он увидел эту картину Господа Кешева, возлежащего на водах этого океана Горбадака. Вот, Ямарач обратился к нему и смотрит на него, и говорит, ну, теперь скажи, а все-таки что-то хорошее ты сделал? Вспомни как следует, что самое лучшее, что ты сделал. Ведь в этот момент я вспомнил своего духовного учителя. Я сказал, я принял посвящение у его божественной милости Бхактисиданта Сарасвати Такура Горбада. Он говорит, в тот же миг сам Бхактисиданта Сарасвати Такура... А, Ямарач стал медитировать на него, и в этот момент Бхактисиданта Сарасвати Такура Прабхупад пришел туда за своим учеником. Он сказал Ямараджу, да, это мой ученик, не трогай его. И он сказал, обращаясь к ученику, ты вернешься назад, у тебя будет еще один шанс. Я даю тебе этот шанс, но ты должен снова получить Харинаму. Он назвал имя своего ученика, у которого тот должен получить Харинаму. И должен остаток своих дней целиком посвятить повторению Святого Имени, чтобы все ушло, тогда ничего не будет. И он говорит, вот я сейчас убегаю от вас. Я не хочу обратно вернуться в эту среду. И он убежал, он прибежал прямиком туда. Он даже домой не заходил, прямо с погребального костра в Ашрам. Прибежал туда, куда ему сказали. И он в опромете бросился к этому саньяси. А у того уже были начитаны четки. Он сказал, я уже все знаю, вот тебе четки. Я все знаю. Гуру Махараш мне сказал про тебя. Это вот такая история живая, которая показывает, для чего нам нужен духовный учитель. Потому что, ну что мы сами можем сделать? Кого мы впечатлим? Ну никого не впечатлим. Ну ей-богу. Хотите верьте, хотите нет. Хотите проверьте. Впечатлит вас? Впечатлит это кого-то или нет? Что мы можем сделать? Заступника иметь. И в этом смысле наша верность в силы праупаде это не какое-то великодушие с нашей стороны. Это суровая необходимость для нас. Не то, что мы от щедрости душевной принимаем силу праупада. Нужно понимать, что в силу праупада для нас пришел, ради нас пришел, и он же за нас перед Кришной заступиться сможет. Как он много раз заступался за учеников, которые совершали какие-то ошибки. Иногда очень серьезные ошибки, серьезные проступки. В той истории, которую рассказал Читани Чандра-Чаран Прабху, про Вишнуджана Свами, когда Вишнуджан Свами отошел и последовал буквально по стопам Харидаса Такура, младшего Чета Харидаса. А праупад через какое-то время спросил, где он у Тамал Кришны Махараджа. И Тамал Кришна Махараджа сказал, что, судя по всему, он совершил самоубийство. По нашим сведениям, он отправился туда, в Аллахабад, к Тревене, к слиянию Ганги и Емуны, и совершил самоубийство. Там Шилупрупад заплакал. Шилупрупада сквозь слезы стал говорить, зачем же он это сделал. Чета Харидаса мог кого-то отвергнуть, я не могу никого отвергнуть. Мне нужна каждая душа, которая пришла ко мне. Иногда одну историю мне тоже очень интересную рассказали. В некоем храме был во времена Шилупрупады очень харизматичный лидер. Он быстро-быстро шел по этой служебной лестнице, получил саньясу. И обычно, к сожалению, менталитет человека остается, неважно, какие одежды он одевает. А желание независимости у нас у всех есть. Этот человек, получив саньясу, подумал, что теперь он полностью независимый. И он стал злоупотреблять своим положением. К сожалению, это распространенное явление, или, по крайней мере, это случается. Люди не понимают, что им данду дают для того, чтобы они себя били, а не всех остальных этой дандой. Данда для нас. Ну, в общем, чтобы сделать длинную историю короткой, из Ашрама Брамачерини в его резиденцию был проделан подземный ход. Ну, или как-то там, я уж не знаю, подземный, не подземный, чтобы совсем уже романтическими деталями не обставлять эту историю. Но история романтическая. Завязались очень романтические отношения между обитательницами Брамачерини Ашрама и великим саньяси. Шилипрупань сказали об этом. Рано или поздно, разумеется, все это выпало наружу. И некий другой человек, тоже лидер из этой географической области, он в GBC тогда, он пожаловался Шилипрупаде. Шилипрупада приехал, и он ждал, что сейчас Шилипрупада выведет этого человека за ухо, подвергнет его публичной порке, пенет его несколько раз и прогонит его с позором, или что-то вроде этого. Шилипрупада ничего этого не сделал. Шилипрупада поговорил с этим человеком, Шилипрупада остановил, естественно, эту вещь и стал его защищать. Стал защищать его перед другими людьми, которые пытались того добить, как это часто у нас бывает. К сожалению, общество вайшнауф иногда бывает очень жестоким. Понятно, что должна быть жесткость, но и должна быть мягкость. И Шилипрупад сказал, он находится под моей защитой, он мой ученик, я его защищаю. Что случилось, что этот другой лидер, который ожидал публичной порки, ожидал от Шилипрупада чего-то другого, этот другой лидер ушел из сознания Кришны. Из-за того, что Шилипрупада защитил своего ученика. Поэтому нам нужно еще раз понимать, что у нас есть одна единственная надежда. Наша надежда только в том, что у нас есть какая-то связь с духовным учителем, какие-то робкие попытки ему служить. И в тот самый момент, когда мы думаем, что я сам смогу что-то сделать, что я сам великий, что у меня там Данда, или две Данды, или еще что-то такое. Это практически уже падение. Если я отказался от зависимости от своего духовного учителя и подумал, что я сам лучше знаю, то это оскорбление Кришны. Это оскорбление лотосных столб Кришны. Об этом нужно помнить. Так или иначе, по своей милости, Кришна помог мне сформировать или основать какую-то связь с Ним. И это единственное, что у меня есть. Какой-то канал связи через духовного учителя. Я должен очень-очень сильно ценить эту связь. Ну вот. Спасибо большое. Харь и Кристос. Один вопрос ко всем присутствующим. Ответ пока не нужен. Вопрос появился от того, что сейчас я услышал. Этот пример прощения Пархупада. Пархупада просил ученика. Он сцениваясь, вот он так серьезно оступился. И Пархупада защитил его. Так. Вопрос. Итак, гуру имеет склонность прощать ученика, естественно. У нас организация. Мы вырабатываем законы. На каждой подобной поступке есть какие-то законы вырабатываются. Как поступать? Соняйся, которые скажут в связи с женщиной. Есть закон. Закон не прощает, закон наказывает. А гуру прощает. Как быть в этой ситуации? Без ответа. Пока на размышления вопрос. Организация есть, есть законы, есть правила. Опираясь на законы, мы скажем, человек должен получить наказание, лишить там санясы, чего угодно. Но пропадан мог прощать. Как это будет сочетаться у нас с Соней? Этот вопрос пока без ответа. На размышления. Как в нашем обществе, лидерском, сейчас мы этот запрос подняли? Можно сочетать такие две вещи. Кажется, противоречивые. Это для лидеров, для всех. На размышления. Понятнее, да, вопрос? А я подсказку дам. Дорогие вайшналы, давайте поблагодарим духовных учителей за такое нектарное, прекрасное общение. Сейчас у нас будет перерыв. Дорогие вайшналы, давайте ficar в даст. Продолжение следует...